Всем привет! С вами ТВ Детки! Мы приехали на Moscow Fashion Fair. Это грандиозный праздник музыки и красоты, где на одной сцене собрались модные российские бренды и талантливые музыкальные исполнители. Это и неудивительно, ведь музыка и стиль неразделимы. Каждый артист готовится к выходу в свет, выбирая яркий наряд, желая произвести впечатление на зрителя. Но как же выделиться среди толпы, если ты не знаменит, и у тебя нет личного стилиста? Тем более скоро лето, и в это время года особенно хочется быть ярким и модным. Сегодня мы с артистами будем готовиться к каникулам. Нас ждет жаркий отпуск. Что ты надеваешь, чтобы чувствовать себя стильно и уверенно? Вообще, для меня стиль – это мой стиль. Я люблю одеваться, как я хочу. То есть, ну, чисто вот под мое настроение. Я надеваю тоже то, в чем мне удобно. Оверсайз вещи. Я думаю, что футболка оверсайз и джинсы, конечно же. Оверсайз одежду обычно. Какие-нибудь джинсы или брюки оверсайз. И сверху тостовку. Что-нибудь блестящее. Что ты надеваешь, чтобы чувствовать себя уверенно и сильно? Мне в любой одежде комфортно, и я чувствую себя уверенно. Главное, не одежда, наверное, а харизма. Очки, потому что так люди не видят моих глаз, но я вижу их. Я очень люблю овервещи, оверсайз. И мне очень нравится магазин «Нонэй Концептер». В принципе, я весь в его шмотках. Я одеваю, что попало в руки, и мне от этого кайф. Что ты надеваешь каждый день, чтобы чувствовать себя стильно и уверенно? Трусы. Как выбираете одежду на каждый день? А, открываю шкаф и полчаса одеваюсь. Обычно я поэтому везде опаздываю, но стараюсь этого не делать. Открываю шкаф и одеваюсь. Я просто открываю шкаф, смотрю, что к чему подходит, и все. Иногда я, бывает, могу нарядиться как на самый главный день в моей жизни, а иногда как будто бы в магазин для Кока-Колы. И так что он всегда по-разному. Как ты обычно подбираешь одежду на каждый день? Ну, сейчас я пользуюсь услугами стилиста нашего лейбла, а раньше, ну, что утром найдешь шкафу. Как-то так было, да. Если простой день, я могу одеть, допустим, безрукавочку, жилеточку. Если это какой-то показ, я могу одеть какие-нибудь модненькие шортики, какие-нибудь украшения. Так, под настроение. Никак, по погоде. У меня есть, получается, не просто, например, кофта и отдельно штаны. У меня сет. И я выкладываю перед собой несколько одежд, или, как это сказать, как правильно, склонять. Вот, и выбираю. Как ты собираешь лук на каждый день? Все, что постирано и поглажено, это для меня. Какая вещь, что у кардеробитва самая любимая? И почему? У меня есть мои любимые коричневые джинсы. Они формой киллоты, в них очень удобно, и они на каждый случай жизни. Я люблю толстовку L-размера, потому что я в ней чувствую себя как в мешке защищенный. В целом, люблю худаки, потому что в них комфортно. Они такие мягкие и очень комфортно. У меня есть толстовка. Она кастомная, то есть разбрызгана красками разноцветными. И это такая некая отсылка к моему прошлому. Я был просто в прошлом строителем. У меня есть офигенная рубашка из американского, какого-то оллскульного секонд-хенда, которую Чел привез из Америки. И она уже воняет потом, она уже очень старая, но я ее люблю всей душой. Расскажи про твою самую любимую вещь из твоего гардероба. Почему именно она? У меня есть классный свитшот 2010 года. Коллекция Adidas с рэпером СТ. Там такие костяные рисунки, очень красивые. Вот я этот свитшот очень люблю и до сих пор храню. Наверное, кофта, что белая, она пережила со мной многое, очень. Я очень люблю кепки. Вспомни свой самый неудобный наряд. Очень-очень сильно обтягивающее платье и силикона. Это было ужасно. Наверное, прям подъезд, потому что в нем не очень удобно. Штаны очень теплые, поэтому в них очень жарко. Колготки в детском саду ненавидела просто. Я подъезд выходила в колготках и вот так всегда делала, потому что мне вообще очень не нравилось. Все. Я хотел другое озвучить, но, наверное, тоже колготки в детском саду. Буквально в прошлом году я взял себе форсы первые, однерки, по-моему, лимитку. И они были на размер меньше. Но из-за того, что мне очень понравились, я их носил. Это было супер тяжело для моих ног, потому что, ну, я думаю, все понимают, что такое носить вещи, которые тебе малы. Но в итоге я их разносил, порвал и выкинул. Если обратиться к Google с запросом «Самые стильные люди в мире», то он сразу же выйдет из знаменитого модель Белла Хвадид и популярного музыканта Тайлера О'Конна, более известного как Тайлер Зе Крейтер. Именно они возглавляют топ-100 самых стильных людей в мире. Также в рейсинг попали и российские звезды, такие как Сиверт, Карина Нигай, Кэти Тапурия, Вали Карнавал и многие другие. Ну а мы с ребятами решили составить свой рейтинг самых стильных людей. А вдруг и мы в него попадем? Ведь помогать нам будут те, кто уже создает тренды. Какая самая дешевая вещь в своем гардеробе? Не знаю, может быть, какая-нибудь футболка рублей за 100. Топ за 200 рублей Шейна. У меня есть футболка, которая стоит меньше моих носков. Она стоила, по-моему, 100 рублей. И она хорошая, я ее тоже ношу. Футболка какая-нибудь за 150 рублей, наверное, есть. Наверное, какие-нибудь очки, они рублей 200 стоят. У меня футболок 30 черных, чтобы одевать на каждый день, потому что я люблю одевать просто черные футболки. Не знаю, ну 200 рублей, там 50 рублей, может быть. Была ли какая-нибудь вещь, которую тебе покупала мама, которая тебе вообще не подходила, но тебе не хотелось ее носить, так как мама говорила, что ты в ней красавица? Да, думаю, это было платье, которое было без ремня и смотрелось очень прямо. Мне оно не нравится, но иногда я его надеваю с ремнем, когда мама не смотрела. Куртка зимняя. Каждый сезон просто зимние куртки. Я ненавижу длинные зимние куртки, а мама всегда мне покупала их. Топик в детстве, как раз таки топ. Мама мне купила этот топ, а он мне не нравится. Так как у меня в семье есть младшая сестра и младший брат, но обычно, если мне не понравятся вещи, то я либо же это оставляю для сестры младшей, либо же, если моему брату нравится эта вещь унисей, то может ее спокойно себе забрать. Я подрабатывал няней, накопил себе деньги и хотел себе взять самокат. В итоге мама такая, так, самокат тебе сейчас не нужен, у тебя нечего носить, давайте возьмем штаны. И купила мне вообще ненужные штаны, как мне казалось, которые мне не нравились. И у меня теперь детская травма из-за этого. Мам, это так было, пока меня одевала мама. Типа в какой-то момент я сказал, мам, нет, дальше я буду делать это сам. Да, такая вещь была, это сандали. Я не любил никогда сандали, но она мне покупала. И они были достаточно дорогие, но и она очень старалась. Поэтому ради того, чтобы она была рада и счастлива, я их носил и даже не огрызался. Так что любить своих мам и всегда поддерживать их начинание. Вообще такой ситуации не было. Я бы сейчас задумался. Наоборот, моя мама покупает мне очень сильные вещи. Я ей тебе благодарен. Какая вещь полный кринж. Вещь полный кринж, это я считаю, что у меня дома есть такой топ, он вообще очень кринжовый, там типа вот тип такой. С виду это вроде красиво, но это неудобно, некрасиво, и оно воняет. Тав, который тебе неудобно. Шуба из натурального меха. Я считаю кринжем канди-боббер. Знаете, такие штаны, короче, которые вот так вниз спускаются, вот это вообще полный кринж. Кринж-вещи, это когда ты вроде бы покупаешь стильные вещи, посочетаешь их так, как будто ты из прошлого, из 2015-го. Какие-нибудь спортивные костюмы с инопланетными бритами, там допустим, как галактика, то есть там вот разные принты, такие как виолетовый, розовый, голубой. А если миксовать с однодоном? Если с однодоном, то думаю, это будет прикольно. Но если отдельно, то это уже кринж. Какие-нибудь супер зауженные брюки на высоких людях, когда очень сильно они прям короткие. Вот это для меня прям кринж. И я не люблю там никакие цвета в носках, кроме как белые. Я не представляю, как люди ходят в разноцветном носках. А когда ты ездишь в отпуск или какой-нибудь путешествия, как много вещей ты с собой берешь и что обязательно оказывается в чемодане? Я часто беру с собой много ненужного, потому что думаю, что буду надевать каждый день что-то новое, но оказывается, что я беру самое удобное. И, наверное, в моем чемодане чаще всего будут какие-то футболки и джинсы. Половина моего чемодана занимает наряды на вечер. У меня их больше всего и, конечно, купальники. У меня в чемодане лично мой компьютер, моя аппаратура и пару вещей. Максимум три футболки. Трое шорты и шлепки. Несмотря куда я еду. Если я еду там, где тепло, я беру с собой только шорты и трусы. Что обязательно должно быть в чемодане? В чемодане должно быть обязательно наушники. Вот и все. Ну, они у меня всегда с собой. Наверное, это кроссовки и какие-нибудь удобные брюки все-таки. Трусы и носки. В принципе, это все, что мне надо. Несколько пар кросса – это точно. Спортивные какие-нибудь типа бананы, штаны, чтобы можно было и пробежаться в них, и просто прогуляться. И, естественно, какие-нибудь обермайки. Как говорится, не одежда красит человека, а человек одежду. Ведь ни один дизайнерский наряд не сможет делать человека красивым без его горящих глаз и яркой улыбки. Так что никогда не забывайте дома свои главные аксессуары, которые подойдут под ваш образ. Ну, а с вами были ТВ-детки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк и оставайтесь в курсе всех самых интересных событий. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok